Здравствуйте, Станислав. У меня такой вопрос, Станислав Александрович. Некоторое время назад Владимир Владимирович упразднил ФСКН. Виктор Иванов лишился своей должности, ему пока не найдут места. Но сегодня же мы узнаем, что Путин рекомендовал Юрию Чайку снова на должность генпрокурора. После тех скандальных фильмов, фильма Навального с соучастием его сыновей и его самого. А с чем связано, что Владимир Владимирович кого-то своих друзей поддерживает, а вот кого-то он оставил за бортом, если так можно сказать? Спасибо. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, которую возглавил Виктор Иванов, должно было войти в состав МВД еще в 2012 году. Но из уважения к старому товарищу во всех смыслах, а Виктор Иванов в этом году исполняет 66 лет, Путин затягивал процесс. Но не затянул его до последней степени тяжести, а все-таки ФСКН ликвидировал. Что касается Чайки, то мне представляется, как я и говорил в эфире телеканала «Дождь еще полгода назад», что Алексей Навальный помог Юрию, я говорю, остаться на своем посту. Потому что брать генерального прокурора после того, как на него были совершены столь зловредные нападки вне системной оппозиции, было бы совершенно неэтично с точки зрения президента. Это независимо от того, сколь близки личные и деловые отношения Путина и Чайки. Они не настолько близки. Просто часть старой команды надоедает президенту. К тому же он абсолютно сконцентрирован на внешней политике. И вопросы, кто войдет в состав Министерства внутренних дел, кто не войдет. Для него же блокоты степенные. А нужно было, кроме всего прочего, компенсировать генералу армии Колокольцеву, нынешнему министру внутренних дел, ущерб, которым понес из-за вычленения внутренних войск из состава МВД и передачи в состав Национальной гвардии. Поэтому была разыграна такая комбинация. И старик Грызлов тоже лишился своей должности, как вы знаете, и всех своих официальных позиций. Ну, не может же Путин до бесконечности кормить своих старых друзей. Самые ценные остаются, менее ценные никуда не исчезают. Они просто теряют ценность в годах патрона. Ну вот сейчас, кстати, сказали, что внутренняя политика волнует Владимира Путина в большей степени. У вас тут есть как раз вопрос про внешнее, действительно важное уточнение. А вот вопрос как раз про внутреннюю. Григорий Белинский вас спрашивает. 22 мая прошли праймериз в Единую Россию, а также вчера отмечался Международный день биологического разнообразия. Как связаны эти два события? Мне кажется, абсолютно органически связаны. Потому что, собственно, все кандидаты в депутаты от Единой России, это есть пример биологического разнообразия. Вы знаете, я в свое время вступал в медицинский институт, и у меня был репетитор по биологии. И экзамен по биологии с общей генетикой я сдал на 5 баллов. Я уже рассказывал аудитории при разных обстоятельствах, но нынешний состав аудитории настолько молод, что я думал, что он этого просто еще не слышал. В последний раз это было лет 10 назад, когда еще нынешняя аудитория посещала начальную школу. Я постоянно подчеркиваю, что я претендую на так называемую гибридную Нобелевскую премию. Одновременно Нобелевскую премию по медицине и Нобелевскую премию мира. Потому что в свое время, поступив в медицинский институт, я оттуда ушел и тем самым спас тысячи жизней моих соотечественников. И то, чем у нас учат, собственно, на кафедре биологии на первом курсе, это то, что мир начинается с разнообразия. А основной признак разнообразия – примитивность. Вот примитивность и разнообразие – это, безусловно, характеристические черты кандидатов от Единой России. Поэтому то, что праймеры происходили именно в день биологического разнообразия – это глубоко символично. Друзья, вам нужен микрофон, если вы хотите. А, есть у вас микрофон, тогда вставайте и задавайте вопросы. Вот видите, собственно, обладание микрофоном, оно уже дает колоссальные преимущества, независимо от вашей харизмы. И это в известной степени признак тоже праймеры Срединой России. Поэтому я призываю, чтобы мы не уподоблялись этим людям делиться микрофоном, а не только харизмой. Да. И тем не менее, Санислав Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, вопрос такой. Знаете, вот странным образом я просто хочу обратиться к нашим звукорежиссарам, что я не слышу почти ничего, кроме себя. Поскольку себя я слышу, так и не так слышу голосуточно. То, может быть, я тоже поделюсь слухом с… Давайте вот я крохо сниму, может, я так будет слышу. Да. Станислав Александрович, вопрос все-таки про внешнюю политику. Таковы шансы все-таки нашей сборной выступить на Олимпиаде в Рио под олимпийским флагом? И повлияет ли это все-таки на тефлонный образ нашего гаранта? Спасибо. Нет, это не вопрос, не имеющий отношения, собственно, к политике. Потому что спорт и политика заодно только в нашем сознании, глубоко затуманенном еще советскими стереотипами на эту тему. Я думаю, что шансы пока есть. И Томас Бах, президент Международного Олимпийского комитета, который анонсировал нечто совершенно страшное, почти апокалиптическое, относительно участие российской сборной в Олимпиаде в Ио-де-Жанейро, несколько переборщил. Учитывая, что, собственно, высший командный состав Международного Олимпийского комитета в известной степени зависим экономически от Российской Федерации. Владимир Путин приложил все усилия вместе с своими товарищами и партнерами, чтобы международную спортивную элиту и номенклатуру поставить под собственный контроль. Поэтому нет, я думаю, что Олимпиада в Ио состоится. Можно уточняющий вопрос? В смысле, не Олимпиада в Ио состоится, а наша сборная будет участвовать в Олимпиаде в Ио. Да, я имею в виду вот эту зависимость, которую вы сейчас обрисовали, финансовая, она как-то растянута на таймлайне? Или же это какие-то однократные вливания, на которые есть некая надежда, на которую не гарантирует? Нет, она растянута, как по скале на таймлайне, я плохо понимаю вас. Все-таки Анталия Леговна, когда же к молодому поколению, понимает, что это значит. Я это не очень понимаю, но если считать, что я понимаю, что это значит, то да, растянут. Ай, таймлайн, это такая некая прямая. Таймлайн, да, это просто писать, да, да, да. Во времени, растянута это во времени, да. Растянута во времени, потому что, понимаете, когда человек берет взятку, он берет и один раз. И перефразируя классикам, он скажет, что если берешь взятку, ты берешь и один раз, и просто сделай так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, потому что разоблачение коррупции в любой сфере международной, особенно в международном спорте, оно все равно ведет к твоему краху, неважно, взял ты взятку один раз или на 10 лет вперед. И международное олимпийское руководство безусловно об этом знает. Поэтому сам факт присуждения России Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году, хотя такая страна соперника, как Англия, была готова к нему абсолютно, в отличие от России, уже говорит о том, что там все схвачено. Вопрос сейчас стоит только в одном, насколько влияние ФБР и насколько объем знаний ФБР о данных взятках окажется сложнее и больше, чем, собственно, готовность международных спортивных чиновников выполнять свои обязательства. А как нам тогда относиться к нашим победам, в прошлом и будущем? С восторгом. Только с восторгом. Больше ничего сказать нельзя. Тем более победа не наша, а наших спортсменов. Что теперь сделаешь? И мы уже не у них забираем что-то чужое, правда? Мурат Метисов спрашивает вас из Казахстана. У нас в выходные должен был быть митинг против продажи земель иностранцам. Власти предотвратили его силовыми путями, в том числе отключили почти все соцсети. По телевизору нам вещают, что виноват Госдеп и Украина. Вопрос. Что будет в Казахстане в ближайшее время? Я думаю, что в Казахстане будут определенные волнения. Вопрос в том, сколько продержится президент Мурсултан Назарбаев, которому сейчас уже, он 39-го года рождения, да, значит, ему сейчас 78 лет. Семь. Да. И существует большая борьба элитных кланов за позицию преемника, которую невозможно определить, пока Назарбаев жив. Потому что если преемник будет определен еще до кончины действующего президента, это будет означать существенный перекос ей политико-экономической системы в направлении одного клана, чего ни Назарбаев, ни Литы в целом не могут допустить. Но сегодняшние звоночки, они достаточно тревожные для Назарбаева, поэтому можно приготовиться. А как вы это оцениваете на пресловутом таймлайне? Никак. Потому что, понимаете, все ведь, собственно, пресловутый таймлайн зависит от температуры воздуха, скорости вращения земли. Казахстан ближе к экватору. Поэтому, думаю, там все будет развиваться несколько помедленнее. Чем, скажем, на Украине? Которая дальше от экватора, чем Казахстан? Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. В ваших выступлениях вы частенько используете слова страна, государство. Могли бы вы нам объяснить, что именно вы имеете в виду, когда... Страна, государство что? Страна и государство. Да. Не могли бы вы нам объяснить, что именно имеете в виду, когда вы говорите государство и когда вы говорите страна? Я чувствую себя Ван Гогом, потому что меня потерялось ухо. Арктическая классика. То есть, разница между страной и государством. Разница между вами и Ван Гогом в том, что она у вас всего лишь потерялась, да? Ну, Ван Гогом тоже. Ну, страна это некая общность... То есть, опять же, это вопрос определения. Страна это некая общность, которая определяется географически и этнически. Государство это формат некого государственного устройства, который определён ситуативно. Сегодня одно государство, завтра другое. И уж кому, как не нам, русским, это понимать. Потому что, ну, Российская империя так быстро сменилась на большевистскую диктатуру, абсолютно исключавшую основу основ Российской империи, включая православную религию. То мы видим, как государственное устройство гибко по отношению к самому цементирующему телу страны, этому впитывающему абсолютно всё грунту. Не могу сейчас вот... То есть, использовать понятие страна и государство как взаимозаменяющиеся было бы неправильно? Нет, в каком-то утилитарном смысле правильно. То есть, если мы смотрим новости каких-нибудь каналов, неважно, PR или BBC, да, правильно. Но если вдруг неожиданно после этих новостей мы приходим на кухню, и хотим выпить, скажем, рюмочку виски, осмыслить всё, что мы услышали и увидели, тогда, может быть, это было бы не совсем правильно. Хотел сейчас задать вам уточняющий вопрос. Вот вы сказали, сегодня одно государство, завтра другое. Это целый ряд, три точнее, вопроса вам пришло на эту тему. Василий Ивлев спрашивает, что вы думаете про революцию в России, которая назначена, внимание, на 5 ноября 2017 года? Есть ещё и другая дата. Алгиз вас спрашивает, почему вы молчите про зороастрийский календарь? Вы всё так же, так же ожидаете ухода в марте 2017 года? Сами знаете кого? Ну, во-первых, про 5 ноября 2017 года я не знаю вообще ничего. Эту дату я слышал впервые. Но, в принципе, готов поддержать. Только скажите, куда прийти и с чем? Ну, с оружием я не уверен, но там спички, соль и прочий предмет, товар первой необходимости я готов. Что касается зороастрийского гороскопа, то обычно меня спрашивают, почему я так часто говорю об этом, а не молчу. Да, я по-прежнему исхожу из теории, что большой политический цикл русской истории сменится в марте 2017 года. Есть у этого какое-то обоснование? Кроме зороастрийского гороскопа. А какой нам ещё нужен? А другой идёт, что это вовсе не означает смену сами знаете кого. Это вообще непонятно, что означает между нами. Ну, тогда вот Станиславкова спрашивает, когда закончится то, о чём многие думают, и начнётся то, о чём ещё большее число даже не догадывается? В марте 2017 года. При этом мы не знаем ни о чём все думают, ни о чём все не догадываются, ни что будет в марте 2017. Нет, ну предполагается, что то, о чём все не догадываются, вы-то как раз догадываетесь. Ну, знаете, если я прямо сейчас об этом расскажу, дальше вам будет неинтересно, вы никогда не появляете в эту студию. И зачем же рассказывать об этом прежде времени? Как сказано в Писании, блаженны мудрые, ибо они знают время и устав. Устав – это, конечно, несколько армейский термин, но здесь мы его используем в совсем другом значении. Добрый вечер, меня зовут Елена. Конечно, после такой ироничной момента трудно задавать серьёзный вопрос, но всё-таки постараюсь. Вы знаете, Елена, вот, извините, можно я вас перебью, простите, пожалуйста, не знаете этот анекдот, нет, как на 26-м съезде партии, ну вы не можете знать анекдот, потому что вы, видимо, родились только в те годы, как на 26-м съезде партии выступает Михаил Сергеевич Горбачёв, тогда генеральный секретарь, как КПСС, только что поддержавший энергию Крыма. Выступает, выступает, он же очень многословен был, выступал долго, и вдруг тянет руку один делегат съезда. Тянет, тянет, наконец Михаил Сергеевич не ведёшься, и говорит, ну, скажите, товарищи, что вы хотите, хотели бы заметить. Товарищ говорит, Михаил Сергеевич, позвольте я вас перебью, да, конечно. Товарищ выбирает автомат, вынимает автомат, и стреляет по президиуму. Позвольте я вас перебью. Знаете, вот это идеальное сочетание, когда цвет помады, микрофона и брюк совпадают. Я рекомендую это всем нашим будущим гостям. Хочу констатировать факт того, что вы дальтоник. Они вовсе не совпадают, но это совершенно не отменяет всего остального. Это совершенно не отменяет того, что я сказал. Александр, вы все братья на броши? Настоящий политический экспертов быть не могу дальтоником, чтобы не отвлекаться от главных вопросов. Я специально старалась на вас вписываться, вы очень-очень, поэтому вопрос тоже будет вписываться, наверное, в общий концепт. Он очень насущный, как раз-таки связан с праймерис, которые уже прозвучали. Сегодня уже услышал, что Медведев пообещал, что все, кто пытался как-то нарушать, всех как минимум уволят. Если это чиновники, чуть ли не на кого посадят. Он настолько был убедителен в своих намерениях. Как обычно. Да, как обычно. Но как только РБК уже снова опубликовали свое очередное расследование о том, что конкретные фамилии депутатов, которые кандидатов, конкретно нарушали, что с ними будет, куда они денут свои, такие громогласные обещания всех там повольнять и чуть ли не повешать. Куда? Что будет в итоге? С теми, кто они нарушают? Ну, все они останутся партии, мне кажется. Это она же обещала все, что угодно. Она в 2002 году еще обещала, помните, сделать Северный Кавказ туристической меккой. А Россия, в первую очередь, Чечню. Ключевым сегментом туристической мекки. Я очень рад, что праймеры с Единой России, которые встали в День биологического многообразия, о чем нас спросил один из телезрителей, потому что они показали, что даже собственная праймера с Единой России не может привести честно. Что она должна обязательно всех кинуть, в том числе своих. И это должно было случиться. Это и случилось. Поэтому кандидаты, которые прилетели на выборах, ну, они затаили большой ресурс злобы против тех, кто не прилетел на выборах. И в том числе против председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, который был честен, как никогда. Говоря о том, что все, кто допускал фальсификации, конечно, пострадают. А не пострадают, но где-то в следующей жизни. Продолжая тему пророчеств, и чуть отвлекаясь от праймера с Единой России, вот у нас есть вопрос от Елены Морозовой, которая спрашивает. Прошу уточнить теорию, точнее пророчества про черных лебедей. Как мы можем понять, что это именно они? Сможете ли вы в режиме онлайн понять, действительно ли это черный лебедь? Из прошлых эфиров мне запомнилась дата. Июль этого года. С нетерпением жду. Это вы сейчас возвращаемся к зарослицу. Ну, поскольку меня только что объявили вы дальтоником, Наталья Леговна, я уже не могу точно уже решать. Я думаю, что черный от белого вы все-таки отличите, несмотря на... Черный от белого, но не обязательно черных лебедей. Там ведь может сливаться что-то с пейзажем, с фоном. Это ваш ответ Елене Морозовой? Нет, это только начало. Сама теория черных лебедей принадлежит не мне, а британскому мыслительу Дэвиду Юму, который сформулировал эту категорию как некий набор случайных событий, могущих изменить полностью ход истории. В чем смысл у черного лебедя? В том, что до определенного момента Европа не имела никаких представлений о наличии черных лебедей. Лебеди были только белыми. И казалось, что черных лебедей не бывает. Но потом, когда Европа изучила более австралийскую фауну, более подробно она узнала, что черные лебеди бывают. Смысл этой метафоры стоит в том, что всегда в истории человечества происходит что-то, чего еще не было никогда. Или пока неизвестно данной популяции, данному сегменту человечества. Ну, так сказать, мы никогда не думали, что когда-нибудь человек полетит в космос. Это было абсолютно невозможно. Он полетел в космос и так далее, и так далее. Поэтому важные социальные, политические перемены часто происходят именно в режиме следствия этой череде скучайных событий. Вот этих самых черных лебедей, о которых мы никогда не имели представления прежде. И основная аргументация консерваторов, людей, которые считают, что такого типа перемены невозможно никогда, сводится к тому, что этого не было никогда прежде, значит, не будет сейчас. А теория черных лебедей утверждает, что если этого не было прежде, то может вполне быть сейчас. Июль 2016 года – это очередной юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. Я вот недавно попытался сделать некую систематизацию того, когда, в принципе, возможны перемены и конец нынешней общественно-политической системы. И ключевые события, которые нас ожидают – это юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году. В столетний юбилей со дня его рождения началась Первая мировая война. Он погиб на дуэли в 1841 году, за 100 лет до начала Великой Отечественной войны. И все последующие его юбилеи, умноженные на 5, не на основании системы вычислений, но, скажем, 25-50, с этой кратностью, они всегда приводили к каким-то очень существенным, драматическим событиям в Отечественной истории. Почему Лермонтов? Так получилось. Мы ничего не можем сделать. Например, в 1964 году был снят Никита Сергеевич Хрущев. Это тоже был юбилей со дня гибели Лермонтова на дуэли. Иными словами, мы можем констатировать, что это уже вовсе не черные лебеди, ибо у нас теперь есть хотя бы какой-то аффектив. Нет, сами события будут совершенно исключаемыми, в смысле, они черные лебеди. Но Михаил Юрьевич Лермонтов наставляет нас на истинный путь. Когда все это будет? Потом, как учит нас старший научный сотрудник Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Павел Глуба, 1-2 сентября текущего года состоится кольцевообразное солнечное затмение. В периоды таких затмений происходит все что угодно. Теперь родился Карл Маркс, который так или иначе украл весьма существенное косвенное влияние на нашу историю. Правда, не сразу, не сразу после момента рождения. Не сразу, не сразу, да. Ну и потом уже, март 2017, это окончание большого политического цикла по зарастрийскому календарю. Поэтому в период с июля 2016 по март 2017 года действительно что-то должно случиться. Но что, мы пока не знаем. И это дополнительный стимул нам с вами встретиться в этой студии еще и еще. Друзья, ну это не могло вас не вдохновить. Слушаю ваши вопросы. Точнее мы с Станиславом Александровичем. Смотрите, сколько стало микрофонов сразу. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Станислав Александрович. Артем, Москва, регулярный зритель ваших передач. Очень приятно оказаться здесь в студии, задать свой вопрос. В связи с последними новостями о принятии в первом чтении Думы законом о ограничении выезда за рубеж при вынесении, недопущении сексомистской деятельности. Что можно делать молодому поколению, у которого за содержание страниц ВКонтакте любого, в принципе, можно позвать, сделать такое предупреждение, сделать человека невыездным. И подпишет ли наш президент такой закон? Ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. Да, я думаю, наш президент с известной условностью понятия «наш» подпишет такой закон, потому что он позволяет ограничить выезд за рубеж кому угодно, как вы понимаете. Речь идет о предупреждении, которое выносят органы исполнительной власти, без судебного решения. Но путь известен давно, и это прилететь в Минск, поскольку на границе России и Беларуси нет паспортного контроля. Пока нет. Ну, его и не может быть в соответствии с условиями Евразийского экономического союза и всех сопутствующих политических структур. Единственная моя просьба, никому об этом никогда не говорить. Вот только в нашем эфире это остается и больше нигде. Потому что иначе вся страна попрется в Минск, чтобы избежать предупреждения ФСБ. И там наступит некоторое затоваривание и затаривание. Очереди. Летите в Минск, и из Минска вы уже как вольный ветер, куда угодно. Вопрос, который в этой связи возникает, это, а зачем нам, собственно, задерживать? Ну, логика какая? Понятно, что у этого есть еще и обратная логика, о которой вы только что рассказали. Вообще, официальная позиция, она в чем заключается? Мы хотим оставить террористов или потенциальных террористов себе? Официальная позиция в том, что по старому еврейскому анекдоту, неродственники нам все равно приятны. То есть нужно иметь механизм, который ограничил бы из-за рубеж любого человека и не требовал бы для этого судебного решения. Вот мне не нравится какой-нибудь человек, а я большой начальник. И вот я сейчас делаю ему предупреждение от ФСБ, и он тысячу раз пожалеет, что он испортил со мной отношения, не думая, что я большой начальник. Про отношения Юлия. Юлия спрашивает, когда дождь закроют? То ли с волнением, то ли с надеждой. Тут не очень понятная интонация. Нет, кто с волнением, с надеждой? Юлия? Юлия, да. Ну, я надеюсь, что дождь не закроют никогда. Как и снег, солнце, луну и все прочие фундаментальные физические факторы, с которыми мы живем. В этом смысле название канала «Дождь» оптимально. Закрыть дождь нельзя. Особенно в России, когда дождь идет всегда, когда не надо. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Наталья. Очень рад оказаться на вашем эфире. Вопрос в продолжении темы, скажем так, за границей. Вот сейчас такая ситуация, получается, у нас сложилась, что с Западом у нас внешнеполитические связи перешли в уровень взаимоупреков. Да, ну, по крайней мере, с нашей стороны это упреки. С Востоком, то есть, как нам долгое время, уже достаточно длительное говорили о повороте на Восток, тоже как-то что-то вот не особо складывается. Вот вопрос. Вот сейчас, мы находясь в этом тупике, опять же, если заглядывать в будущее, то все-таки в какой вектор внешней политики мы примем, да, и в какую сторону, и какая политическая элита будет этим вектором руководствоваться? Вот такой вопрос. Ну, здесь всегда местоимение «мы» вызывает вопросы. «Мы» — это кто? Страна. Поворот на Восток — это блеф. Государство, Станислав, государство. Да, вопрос, поворот на Восток — это блеф, на мой взгляд, поскольку на Востоке, во-первых, нас никто не ждет, и Китай готов рассматривать Россию как сырьевой предатый государственный, но не более того. А кроме того, русский человек все-таки европеец по духу, и по самоосознанию, и самоосмыслению. И мы рвемся в Европу. И главная мечта русского человека, исторически описанная хорошо в русской литературе, особенно Антон Павловичем Чаховым, — это стать европейцем, оставшись при этом по самосознанию русским. Поэтому движение в направлении Востока — это просто такая легкая детская истерика на тему, вот назло бабушки отморожил уши, если Запад нас не принимает, мы попробуем стать друзьями Востока. Мы увидим, что даже ключевые экономические проекты с Востоком, а Восток для нас, в первую очередь, Китай, как страна, имеющая с нами гигантскую совместную границу, не работают, да? Собственно, Китай не готов покупать газ по тем ценам, которые мы предлагаем. Сам знаменитый газовый контракт, анонсированный два года назад, тоже блеф, потому что в нем не было цены, а значит, это был не контракт, а просто протокол о намерениях. И сегодня газопровод Севы Сибири не оправдает себя никогда, именно поэтому его строительство поручено структурам Геннадия Тимченко, которые для себя оправдают это в любом случае. Хоть кто-то это оправдает для себя. Это всегда психологически приятно. Вот поэтому поворот России на Запад останется неизменным. Вот сегодня утром пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков заявил, что после полуночи Владимира Путина ждут важные политические разговоры. Мне сразу вспомнилось по этому песню группы Абба «Game of the Man» «After midnight». Да, потом через несколько часов выяснилось, что речь идет вот это «after midnight» – это будет переговор всего лишь в формате нормандской четверки по телефону. Но степень счастья, которая для волосной аудитории из уст Дмитрия Сергеевича Пескова, почерпнутой им из резервуара в душе Владимира Путина, было столь неподдельно, что было ясно. Путин ждет этого разговора так, как никогда бы он не ждал разговора с китайскими лидерами и тем более восточными лидерами более низкого порядка. А что он хотел бы услышать в этом разговоре? Что бы действительно грело его душу? Его душа бы грела, что он полноценный субъект западного мира, который допущен к принятию важных и важнейших решений. Этого не случится. Но в том и состоит искусство переводчика, чтобы преподнести боссу все так, как он хотел бы услышать. Слушаем вас. Добрый вечер, Станислав. У меня вопрос связан с праймерис, только с другой страной. На прошлой неделе Дмитрий Ильич Медведев сказал, что праймерис США это шоу с ряженными. Как вы думаете, что он имел в виду? И можно ли это выражение применять как праймерис единой России? Ну это типичная проекция по Фрейду, то есть то, в чем ты подозреваешь себя, ты им применируешь к другому. То есть если у тебя шоу с ряженными, то лучше объединить в этом американский праймерис, который в общем на протяжении долгих десятилетий доказал свою эффективность в смысле выдвижения самого популярного кандидата в президенты, независимо от того, как мы к нему относимся, хорошо или плохо. То есть это уже предмет этих анализов. Кому, кстати, из кандидатов в президенты нам стоит относиться хорошо? Американских? Да. Какая нам разница? Кто бы ни был следующим американским президентом, он будет достаточно негативно относиться к Владимиру Путину. Вне зависимости от того. Да, мне кажется, изменения, кардинальные изменения во внешней политике возможны только при замене Владимира Путина и его преемника, лучше всего Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что каким бы идиотом не пытался сказаться Дмитрий Анатольевич Медведев, как бы искусно он не разыгрывал эту роль, он прекрасно понимает, что только изображая из себя идиота, он сможет стать эффективным преемником, правда? Ну кто же сделал преемником, не идиот, на месте Владимира Анатольевича Путина. Ведь не идиот опасен. Медведев будет абсолютно принят западным, чтобы он там не говорил. Вот момент, когда Медведев сменит Путина, уже санкции будут почти отменены, поверьте мне. И тут какая-то скупая слеза, мужская или женская, следующее американского президента, будет катиться в нашу сторону так, что все ресурсы пограничных войск будут задействованы, чтобы ее остановить. Пожалуйста. Станислав, ну тут я вижу тогда, получается, тупик. Тупик везде. Владимир Владимирович добивается любви к Западу, Запад его не принимает, требует заменить ухажера. И Владимир Владимирович, как упорный человек, будет добиваться до последнего человека в стране. Или как? То есть, это же западный круг. Абсолютно правильно. Жалко, что вы не главный специалист. Но после меня вы им точно станете. Или до, или вместо. Потому что так оно и есть, конечно. Потому что выхода из этой ситуации нет. Но Владимир Владимирович так не думает. Потому что он же не думает так, как мы с вами. Мы же простые ребята, сидящие в студии дождя. А он такой сложный чувак, достаточно. Сидящий в резиденции Нового Гарёва. И всякие разные люди ему подсказывают, что вообще Россия скоро завтра возьмет под контроль весь мир. То там ракеты взлетают с помощью фотошопа с космодромом Восточный. То там карматы, имеющие американский тепловизор, так и не заглох на Красной площади. Там ведь все, завтра наши танки пойдут на Париж и всему конец. А с чем еще может? Понимаете, у Владимира Владимировича были люди, с которыми мог бы посоветоваться. Их было двое. И которые сказали бы ему полную правду о его истинном месте и положении в мире. Один из этих людей от него ушел. Вот его супруга Людмила Александровна. Другой из этих людей ушел от него в лучший мир. Это его собака, лаборатор Конни Полгрейв. Сейчас не осталось никого. Сейчас он конкурент исключительно людьми, которые подчеркивают, что, в общем, короче него нет никого в мире. И вот если брать риторику, например, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Владимировны Захаровой, то, что танцевавшей, что там, калинку-чечетку, да, в Сачах. Ковырял, ковырялочка. Ковырялочка, да, в Сачах. Да, то, если ее послушать, она захлеб рассказывает такие вещи, что, ну да, в общем, как-то количество иностранных визитов резко сократилось, но зато все ездят к нам. У нас, в общем, не просыхает дом приемов, у нас передоновки, дом приемов МИДа. И, знаете ли, особенно кандидаты в члены... Потому что в себе больше никто не приглашает. Да, кандидаты в члены ООН, на пост генерального секретаря ООН особенно ездят с нами согласовывать свои кандидатуры. Вот примерно так, но менее, конечно, грубо, думает и Владимир Владимирович Путин. Мы же не будем его разочаровывать, правда? Потому что когда Владимир Владимирович Путин сильно разочарован, он начинает озверевать. Ну зачем нам это? А есть ли какая-то все-таки точка отсечения? Есть ли какое-то событие Н, которое бы Владимир Владимирович в отсутствии Людмилы и Кони заставило бы задуматься? Ну, только что кто у него остается? У него остается дочерь и детья. Пока, я думаю, что просто не родилось еще никакого человека, который считал бы важным с точки зрения своего прагматического интереса раскрыть Владимиру Владимировичу Путину глаза. Тем более, эти глаза после известных косметологических процедур не очень закрываются и так. Я хочу еще дополнительно раскрывать. Ну, тогда не могу вам не задать довольно личный вопрос. Станислав Александрович, вопрос от Валентина Мазура. Я дольтоник, можно выяснить? Не совсем, но близко. Есть ли разница между троллем и провокатором? Какие советы вы бы дали начинающему провокатору с уважением, Валентин? Да, конечно, есть между троллем и провокатором. Тролль – это современный провокатор, а провокатор – это довольно устаревший, архаичный тролль. Любому провокатору и троллю я дал бы только один совет – будьте совой. Все получится. Друзья, кто у нас следующий задающий вопрос? Слушаем вас. Мы пошли по второму. Говоря о троллинге, такой вопрос. Вчера ведущий известный американский Джон Оливер в своем вечернем шоу адресовал очень много внимания Рамзану Кадырову и содержание его соцсетей. И запустил такой флешмоб, который называется «Верните кошку», которая, как известно, пропала у Рамзана Ахматовича, который ищет теперь всей Чечнёй. Я хотел бы узнать, как, на ваш взгляд, можно реагировать Рамзан Кадыров на то, что англоязычные пользователи будут помогать ему найти его кота в тех соцсетях, которые он так любит? Абсолютно положительно, потому что Рамзан Ахматович, мне кажется, этого и добивался. Вот это типичный совет мой бы троллю и провокатору – действовать так, как Рамзан Ахматович Кадыров. Он и хотел привлечь внимание англоязычной аудитории, которой ему так не хватает. Но поскольку Рамзан Ахматович Кадыров, как всякие кавказские политики, безусловно, весьма интуитивно одарен, мы должны тут найти двойное дно. Второе дно. А какое оно? Очень простое. Вскоре после того, как умерла лаборатор Конни Пол Грейв, также скончался кот Дорофей, любимое животное Дмитрия Анатольевича Медведева. Сначала он ушел с дачи Медведева в знак протеста против того, что Дмитрий Анатольевич уступил снова в президентский пост Владимира Владимировича Путина. Потом он вернулся на сгоре, вскоре помер. Потому что он понял, что он не хочет быть вторым котом Российской Федерации, а только первым. И то, что Рамзан Ахмадович Кадыров перенимает опыт Дмитрия Анатольевича Медведева, говорит об одном. Кадыров верит в Медведеву преемнику. Давайте доверять репутации, как сказать, интуиции. Интуиции не моей, а Кадырова. Она гораздо глубже. Ну, кстати, продолжая тему Кадырова, сейчас не могу найти этот вопрос в списке, но он, тем не менее, был. Почему, говоря о Владимире Путине, вы называете его Владимиром Путиным, а говоря о Рамзане Кадырове, вы всегда называете его Рамзаном Ахмадовичем? Потому что, как психоаналитика-самоучка, я знаю, бессознательный сильнее сознательного. Сознательно я очень боюсь Владимира Владимировича Путина, но бессознательно все-таки больше боюсь Рамзана Ахмадовича Кадырова. Прошу вас. Как вы считаете, как будет дальше развиваться конфликт с Турцией? И, насколько мне известно, вот в Турции есть часть Северного Кипра, которая отделилась. Она юридически не принадлежит Турции, но фактически это турецкая часть. Как вы считаете, почему на это Европа, ну, можно сказать, закрыла глаза? Начнем с конца вашего вопроса, потому что это было очень давно. Это было в 1774 году. Я напомню, что в то время, собственно, режим черных полковников в Турции устроил интервенцию на остров Кипр с целью присоединить его к Греции. Режим черных полковников в Греции, прошу прощения, устроил интервенцию на остров Кипр, чтобы присоединить его к Греции. И тогда, собственно, Турция верила войска на Северную часть Кипра, населенные преимущественно турецким населением, чтобы защитить вот этот кусок Турции. Вы знаете, я много раз был на Кипре, и несколько раз был даже на Северном Кипре, потому что легально попасть через Некасию, общую столицу. И лучшие пляжи, и курортные местности отхватили именно турки, они находятся там. Это ныне полностью разрушенные Фомагуста и Доренея, которые не полностью разрушены. Европа закрывает на это глаза именно потому, что это было очень давно. Швеция в 1707, то есть это было 40 лет назад, а спустя 40 лет принципы поведения в современной Европе совершенно иные, нежели были тогда. И поэтому экстраполировать эти принципы на сегодняшний день означало бы совершенно не понимать, что вообще происходит в Европе и на каких принципах построен Евросоюз. А конфликт с Турцией это неизбурный конфликт России, поскольку пока мы не разомкнем это пространство, пока мы хотя бы частично не возьмем под контроль Босфора и Дарданеллы, мы не успокоимся. А когда мы успокоимся, это будет уже не только совсем другая Турция, но и совсем другая Россия. У нас остается не очень много времени, давайте послушаем еще вопрос. У нас вообще не всегда не очень много времени. Это правда. Это главная проблема русского бытия и сознания. У нас места много в России, а времени не очень. У меня немного отличенный вопрос, Станислав. Как вы отпраздновали победу Лестер-Сити в чемпионате Англии недавно? Так почему, спасибо. Победа Лестер-Сити. Я в восторге, потому что я призывал эту победу. Я даже в эфире «Дождя» призывал зрителей «Дождя» молиться за Лестер-Сити и ставить за него свечки. Потому что это победа антилигархической модели футбола на лигархической. Ведь совокупная стоимость игроков Лестер-Сити составляет 4% от стоимости игроков Челси. Но главное же здесь, видите, вся эта интрига была абсолютно сделана по Шекспиру. Никак не меньше. Потому что Лестер-Сити возглавил Клаудио Раньери, уволенный Романом Абрамовичем в 2005 году за его недостаточные успехи в главе Челси. Это с одной стороны. Клаудио Раньери привело Лестер-Сити к титулу. Но именно Челси, сыграв нечисту Тоттенхэмом в решающем матче 2-2, дал Лестеру чемпионский титул. Поэтому здесь все закольцевалось. Очень хорошо, что Роман Абрамович не верит в Бога. Иначе бы он немного сошел с ума. Какая драматургия? Слава Богу, что я не слежу за спортом. Мы успеваем задать еще один вопрос. Это не спорт, это футбол. Здравствуйте, Занислав. Здравствуйте, спорт и футбол. Да, простите. Здравствуйте. Михаил Горбачев заявил, что и Владимир Путин тоже бы присоединил Крым к России. И как вы думаете, после таких слов на него наложат санкции? Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Герасченко уже заявил, что Украина будет добиваться запрета для Михаила Горбачева на въезд в Европейский Союз. Этого, конечно, не будет, потому что Михаил Горбачев очень уважаемый в Европе и вообще в мире человек, лауреат Нобелевской премии мира и так далее. И это заявление было не самым умным. В конце концов, он тогда может запретить въезд в Украину и Европу всем людям, которые в чем-то не согласны с официальной существующей линией Киева. Но, с другой стороны, Михаил Горбачев тоже погорячился, он мог бы занять нейтральную позицию в этом вопросе. Другое дело, что его очень можно хорошо понять. Ведь именно в Крыму закончилась его политическая карьера. И как он должен не любить эту территорию? Старик проговорился. Еще один вопрос, коротко ослушаем вас. Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, возможно ли изменение сознания российских граждан от коллективного бессознательного к мыслящему, к причинно-следственным связям, к тому, чтобы понимать, что от их действий или бездействия происходит то, что происходит в нашей стране? Спасибо. Путь очень прост. Я вот хотел сказать, потому что мне сейчас в ухо сказали, что пора заканчивать. А это, собственно, главная проблема русского интеллектуала. Что только он разошелся, уже пора заканчивать. Я хочу сказать, что сегодня последняя программа «Прямая линия» с моим участием. Больше ее не будет. Именно поэтому мы вас сегодня пригласили, чтобы вас порадовать. Но это не значит, что ее не будет вообще. В следующий раз я приглашаю вас на стадион «Лужники». Я надеюсь, что... Вот сейчас был первый эксперимент, когда я устраивал концерт, он же спектакль, в Центральном доме художника. Там было 500 человек. Следующий этап, так сказать. Я надеюсь, когда кто-нибудь откуда-нибудь вылетит, и «Лужники» будут свободны. Мы пройдем в «Лужниках». И так постепенно, шаг за шагом, последовательно, поступательно, не сворачиваясь с избранного пути ни на секунду, ни на один линейный квадратный сантиметр, мы придем к этому пониманию. Русский народ к этому идет. В этом смысле я оптимист. Знаете, вот у меня есть абсолютное ощущение, что через 10-15-20 лет русский народ будет абсолютно европейским, а Россия – Европа. И в этом смысле, чем более безнадежной кажется нынешней ситуацией, тем более обнадеживающей кажется ситуацией постнынешней, потому что тьма всегда включается перед рассветом. Спасибо. Ну, на этой философской ноте мы вынуждены заканчивать. Я хочу, во-первых, поблагодарить вас, Станислав Александрович, передать привет практически бессменной ведущей этого формата Анне Мангайт. И также сказать вам, друзья, о том, что с понедельника, 30 мая, у нас начинается большая подписная кампания здесь на телеканале «Дождь». Каждый из вас, наших подписчиков, должен будет или может привести всего лишь одного своего друга и тем самым... Кардинально изменить страну. Кардинально действительно изменить страну. Вот прям вот... Да, кстати, Анна Мангайт, чтобы вы не думали ничего плохого, ушла в декретный отпуск воронарде с второго ребенка. Так что все очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.